Человеческий разум в механическом теле. Мы на пороге величайшего открытия, который может сделать эту мечту реальностью. Хотите узнать больше? Феллвинтер воскрешается в огромной библиотеке. Экзо не помнит ничего. Даже его имя, которое ему дал Серебряный Дрон, ничего не говорит. Вокруг него были большие полки, на которых лежали оборванные книги и цилиндрические корпусы. Дрон следовал за Феллвинтером. Я знаю, ты не доверяешь мне. Но у тебя нет выбора. Кто еще есть с тобой? Я не знаю. Я ничего не знаю. Именно. Поэтому ты должен слушать меня. Феллвинтер осматривал местность, пытаясь понять, как он попал сюда. А ты упрямый. Если мы не уйдем отсюда в ближайшее время, то ты умрешь. Экзо видел, как все здание скоро обрушится. Видишь? Именно это я имею в виду. Мы должны уходить. Это место небезопасно. Позади них загорелся компьютерный терминал, по виду которого было легко сказать, что его нельзя подчинить. Здание затряслось. Прозвучал механизированный голос. Активировано закрытие комплекса. Все посетители библиотеки должны пройти в ближайший травматологический пункт. Если вам нужна помощь, то сотрудник окажет вам... Запись остановилась, и здание полетело по швам. Что-то большое ударило по крыше, и осколки начали падать вниз. Мы должны спрятаться. Сказал дрон, и Феллвинтер был вынужден согласиться. Они покинули библиотеку. Снаружи Феллвинтер увидел, как здание расстреливало неизвестное оружие прямо из космоса. Феллвинтер странствовал со своим дроном три дня. За это время они никого не встретили. На третью ночь Феллвинтер посмотрел в небо и увидел метеоритный дождь. Один из метеоритов летел прямо в сторону Феллвинтера. Беги! Сказал дрон. Первый метеорит ударил по земле позади них, и это был вовсе не метеорит. Феллвинтер увидел, что это было что-то металлическое. Во второй раз объект попал по цели. Он умер. И еще шесть смертей следом из-за этого метеоритного дождя, пока они не смогли найти укрытие. Сказал Феллвинтер, проглатывая свои слова. Я не могу исправить тебя. Ответил дрон, только что просканировавший его. Последнее попадание повредило защищенные процессы в твоих модулях сознания. Дрон неловко извернулся. Ты Экза. Экза были созданы во времена Золотого века с помощью особых технологий. Я не могу влезть в твою голову, чтобы исправить проблему. Но я могу пересоздать тебя. Если ты убьешь себя, то я сделаю это быстро. Он сделал это. Когда дрон воскресил его, Феллвинтер поднялся на свои колени. Он присел и положил голову в свои руки. Почему это происходит? Спросил он. Он посмотрел на дрона, пытаясь прочитать язык ее тела. Это все из-за тебя. Оно идет за тобой, не так ли? Нет. Я не знаю почему. Странник попросил меня спасти тебя. В тебе есть что-то уникальное. Это тот шар в небе, который ты показала мне. Он говорил с тобой. Я не могу это объяснить. Феллвинтер заворчал и вновь схватился за свою голову. Его тело еще не отошло от семи смертей. Ты можешь хоть что-то объяснить? На протяжении некоторого времени они сидели в тишине. Первым заговорил дрон. Мы не должны оставаться здесь. Не думаю, что мы в безопасности. Феллвинтер посмотрел на землю, затем на дрона. Могу ли я поспать? Тебе это не нужно. Но я хочу. Ничего страшного. Феллвинтер скитался шесть месяцев. За это время он усвоил два урока. В каждый момент может произойти все что угодно, без объяснения или причины. Не важно, что что-то произошло нечестно. Признание несправедливости не позволит создать справедливый мир. Были еще и другие уроки. Более тактические. Никогда не отдыхай в одном месте дважды и не отдыхай, если ты можешь преодолеть усталость. Никогда не пересекай открытую местность, если есть более скрытая. Стерегись метеоритных дождей. Опасайся врагов из крови и плоти, но не трать время, пытаясь обойти их. Они не являются настоящей угрозой. Этой ночью Феллвинтер с дроном зашли в покинутый сарай. Феллвинтер чувствовал, что он безумно хочет спать. Вспоминая слова дрона о том, что ему сон не требуется, в один момент Феллвинтер спросил у дрона. Как тебя зовут? Что? Твое имя. Ты мне дала имя. А какое у тебя? Я об этом не думала. Фелл Спринг. Что? Фелл Спринг. Это твое имя. Ты серьезно? Фелл Спринг? Ладно. Три недели не было инцидентов. Феллвинтер и Фелл Спринг перестали обходить дороги. Они стали встречать других странников. Даже небольшую группу. Они ни с кем не связывались прежде, пока восставший Экза не предложил пройтись до места, которое называлось Красной Долиной. Феллвинтеру и Фелл Спринг эта идея не понравилась, но они неохотно согласились. Хороший денелк, правда? Спросил Грифон 11. Он посмотрел на синее небо и раскинул руки. Хорошая погода для странствий. Мы везунчики. Феллвинтер и Фелл Спринг обменялись взглядами. Затем взглянули на дорогу спереди. Грифон посмотрел на Феллвинтера, накинув свой рюкзак на плечо. Куда ты направляешься? Ты не говорил об этом. Даже не знаю. Призрак Грифона сказал. Ты можешь пойти с нами. У него была желто-зеленая оболочка с лепестками, похожая на цветочные. Нет. Ответила Фелл Спринг, но вспомнив правила приличного общения добавила. Мы куда-то движемся. Просто не знаем куда именно. Грифон и его призраки обдумали эти слова. Приключения, да? Весь мир приключения и у нас тысяча шансов пожить. Путники двигались, проходя мимо заброшенных фабрик. Есть подозрение, что здесь находятся падшие. Разорванные флаги, ходок без некоторых частей. Грифон достал свое оружие, но шел спокойно. Прозвучал выстрел с открытой двери. Один патрон отскочил от плеча Феллвинтера. Он схватился за свое оружие и начал стрелять по местности, откуда произошел этот выстрел. Он должен был знать, что это была неудачная позиция. Плохая видимость, много углов, много контейнеров, за которыми можно спрятаться. Скоро появились десятки боевых фреймов с яркими красными глазами. Они шли дисциплинированно и синхронно. Разразилась долгая перестрелка между восставшими и фреймами. Феллвинтер и Грифон воскрешали друг друга параллельно, убив 15 фреймов с помощью оружия и еще двоих с помощью гранат. У Экзо закончились боеприпасы и фреймы начали сближаться. Грифон спас всех, использовав электрический свет. Я не делал этого раньше. Феллвинтер подошел к одному из практически целых фреймов. Грифон последовал за ним. Твою мать! Ты знаешь, что это за чертовщина? Нет. Не Экзо. Феллспринг металась между ними. Она просканировала фрейм, искупав его в синем свете. Она заколеблилась, но все же сказала. Распутин? Похоже, что так. Согласился призрак Грифона. Видишь этот логотип? Она намекнула на символ на раме фрейма, который выглядел как военный герр. Совпадает с моей базой данных. Да. Что ты сделал, что за тобой идет военный разум? Феллвинтер уставился на фрейм. Что за военный разум? Феллвинтер и Феллспринг продолжали странствовать и нашли бункер военного разума. Феллвинтер хотел узнать о Распутине. Я знаю мало о Распутине. Я думала, что он был отключен или уничтожен во время коллапса. Феллвинтер двигался вперед. Комната была словно временная капсула, нетронутая, сохраненная. Она напомнила ему библиотеку, в которой он впервые пробудился. Почему же военный разум идет за нами? Я не знаю. Феллвинтер подошел к одной панели и дотронулся до нее. Она включилась. Как ты это сделал? Я не знаю. Военные спутники и фреймы находили Феллвинтера и Феллспринг везде. Они взвесили все варианты и решили, что им нужна безопасная база. Так Феллвинтер забрался на верхушку горы. По координатам с бункера Серафимов они нашли обсерваторию, которая была построена еще до времен Золотого века. Эта обсерватория была идеальна. Обзор на 360 градусов, структуру можно было укрепить. Он не найдет тебя здесь. Ну или ты будешь в курсе, что он идет. Может быть мы наконец-то перестанем убегать. Все было бы хорошо, если бы не одна проблема. Эта гора уже была оккупирована полководцем Кастером. Но Феллвинтер знал, что всему есть цена. Он позвал Кастера на переговоры. Полководцы были плохими переговорщиками. Они редко соглашались на какие-либо уступки. В конце концов, Феллвинтер убил призрака Кастера и сбросил полководца с горы. Месяц спустя к Феллвинтеру поднялась женщина. Меня зовут Аарти. Ты убил лорда Кастера, правда? Да. Значит, теперь ты лорд этой горы. Да, это моя гора. Но я не полководец. Моя деревня находится снизу. Нам нужна защита. Раньше ей был Кастер. Теперь ты. Она указала на ящики. Это наша плата. Я вернусь в следующем месяце. Аарти вернулась. Она принесла еще два ящика. На этот раз в обоих была амуниция. Я решила, что это будет более полезным для тебя. Раз уж тебе не нужна еда. Феллвинтер посмотрел на нее, взял ящики и поднялся на гору. Месяц спустя она принесла фрагменты оружия. Знаешь? А я ведь знаю, кто ты такой. Они зовут тебя лордом Феллвинтером. Я слышала, что ты убивал не только Кастера. Ты убивал ради древних технологий. Еще до времен коллапса. Я не полководец. То, что ты так говоришь, еще не значит, что это правда. Она вернулась через месяц и снова и снова. Их разговоры становились более длительными. О жизни в деревне. Они представляли, какая была жизнь до коллапса. Что будет в будущем? Во время седьмой встречи их разговор зашел о другом. Ты мог бы сильно помочь нам. Все эти технологии Золотого Века, о которых ты знаешь так много, они бы изменили нашу жизнь. Я не могу. Знаешь, полководцы громят наши деревни на протяжении веков. Топчут о нас ноги. Забирают все, что мы посадили. И разрушают все, что мы построили. Я не полководец. Разумеется. Но ты похож на них. У тебя тысяча вторых шансов. Ты живешь в большой крепости на верхушке горы. Как думаешь, как живется нам? Каково это, когда каждый день на тебя обрушается небо? Фелл Винтер посмотрел на нее. Арти скрестила свои руки. Должно быть это приятно. Не беспокоиться о чем-либо. В следующем месяце Арти не пришла. Фелл Винтер обыскивал бункер Серафимов. Фелл Спринг была обеспокоена тем, что Экзо мог привлечь Распутина, ведь военный разум не преследовал их уже долгое время. Фелл Винтер хотел забрать оружие и передать его жителям деревни, чтобы они могли защищаться. Фелл Спринг смогла убедить Фелл Винтера, что это не нужно им, и рассказала о технологии, которая помогла людям терраформировать Титан. Фелл Винтер поинтересовался, где находится эта технология. Она не знала. В течение нескольких недель Фелл Винтер и Фелл Спринг обыскивали бункеры Серафимов, пытаясь найти остатки технологий, которые построили утопию Золотого века. В одну ночь они потратили целые часы, чтобы расшифровать старый код. «Очень странно. Смотри. Во времена Золотого века Распутин выполнил протокол Сиддхартха Голем. Без понятия, что это такое, что-то для получения информации. Оно получает информацию для будущей транскрипции, общения с людьми, записи музыки, большая база данных об архитектуре. Вот. Ранняя темная эпоха. Под разум в старой России обнаружил, что Сиддхартха Голем активировался и стал изгоем. Я нашла тебя в это время». «Но что за Сиддхартха Голем?» «Погоди. Видишь? Это первый раз, когда упоминается Сиддхартха Голем. Здесь запись. Активировать загрузку Сиддхартха Голем в СГК-342. СГК Фелвентер». «Что за СГК?» «Склеп глубинного камня. Сиддхартха Голем был Экса». Фелвентер посмотрел на свои руки. Он повернул их, чтобы осмотреть металл. Весь бункер погрузился в тишину, пока Феллспринг не прошептала ему. «Это ты!» Вскоре Фелвентер решится присоединиться к Железным Лордам. Одним из поводов вступления оказались знания Фелвентера о Сива – нанотехнологии Золотого Века. Фелвентер вступил к Железным Лордам, но на одном условии. Пик Феллвинтера стал штаб-квартирой Лордов. Феллвинтер и Феллспринг исследовали бункеры вдвоем. Это было лучше для всех. В одном из бункеров Феллвинтер добыл информацию о Сива. «Эй, у тебя есть что-то по участку 6? Дай мне координаты, я изучу». «Хм, это исследовательский центр. Тут есть сооружение с объектом, который называется Лира Амфиона. Думаешь, что...» «Абсолютно, черт возьми, уверен в этом». Тихо ответил Феллвинтер. На карте с терминалов засветился красный сигнал у участка 6. «Пошли, мы должны рассказать другим». Феллспринг догадалась, что это была ловушка. Но Феллвинтер отказывался понимать это и был уверен в том, что они сами все нашли. «Иногда я думаю о том, что лучше бы мы остались на горе. Вдвоем». «Я тоже, но мы не остались». Железные лорды провели собрание, в результате которого было принято решение отправиться к участку 6, чтобы забрать Сива. Решение было не единогласным. Последнее слово сказал Саладин. «Золотой век не вернуть, но ты прав. Сива может изменить жизнь людей в городе. Это вынужденный риск». Перун добавила, «Ну, почему бы и нет? Мы же не хотим, чтобы люди думали, что Железные лорды ушли на пенсию». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова